Сегодняшние торги в Азии оказались весьма волатильными на фоне обнародованных макроэкономических данных из Азиатско-Тихоокеанского региона. Косировка доллар-иена осталась в боковике в диапазоне вблизи годового максимума на уровне 112.17. Развить ралли доллару не получается на фоне смешанных настроений на азиатских фондовых рынках. А тем временем данные о ВВП Китая за первый квартал и ранее выпущенные данные о состоянии промышленного производства и розничные продажи за март поддержали настроение к риску. Экономика Поднебесной, являющейся крупнейшей в мире по паритету покупательной способности, продолжает расти в прежнем темпе, прибавляя 6,4% за год. А промышленный сектор неожиданно нарастил за март в месяц в 8,5%, хотя ожидался прирост в 5,6%. В ответ на более сильные, чем ожидалось данные по Китаю, австралийский доллар ринулся вверх. Котировка пары AUD и USD оказалась на самом высоком значении с начала этого года на отметке 0,7200. Опережение ожиданий относительно темпов роста экономики, скорее всего, усилит разговоры о том, что китайская экономика уже достигла дна. И в итоге более рисковые активы, в том числе и австралийский доллар сегодня могут оставаться среди фаворитов. Индекс доллара, являющийся отражением динамики доллара США в корзине шести мировых валют, изменил позитивные результаты вчерашнего дня и теперь вновь ниже отметки 97,00. USDX вновь под давлением после роста спроса на рисковые активы, о чем мы уже говорили ранее. Продолжающийся уход от доллара свяжен также с продолжением восходящего импульса доходности десятилетних трежерис, которым удалось достичь новых максимумов выше уровня 2,6%. В начале торгов в России средний курс доллара к рублю со сроком расчетов на завтра на московской бирже просел до уровня 64,0169. На момент подготовки материала к этому ролику котировка доллар-рубль расположилась на отметке 63,88. Позитивным фактором для российских финансовых инструментов является нефть, которая сейчас дороже 72 долларов за баррель, рост котировок сырьевых контрактов, а также вновь рост аппетита к риску на фоне сильных данных из Китая. Соответственно, российский рынок может продолжить свои попытки роста сегодня, а рубль может укрепиться в зоне ниже отметки 64 рубля за доллар, поскольку в среду проводятся аукционы ОФЗ, которые также обеспечивают дополнительный спрос на рублевую ликвидность. Внешний фон перед стартом торгов в России и Европе можно назвать слабо позитивным, даже с учетом снижения многих азиатских индексов. Мы будем продолжать следить за тем, как развиваются события на финансовых площадках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!